Возмущению женщины нет предела. Сотрудники банка отказали выдать ей крупную сумму денег, а еще говорили про мошенников, убеждали одуматься. Не помогло, передали информацию полицейским. Но и сотрудников слушать и слышать пенсионерка не захотела. Сотрудникам банка показалось, что подозрительная операция ваша. Просто получится так, что вы сегодня переведете денежные средства, завтра с родственниками переговорите, с сыновьями, с внуками. Вам пояснят, что вы перевели деньги в никуда. То бишь, в отношении вас совершено преступление. Давайте разберем вот эту ситуацию. Я хочу вам помочь. Не более того, я же не... Спасибо вам за помощь. Я ничего объяснять не буду. Мне нужно сдавать перевод. И мне обещали заплакировать с картой. Они же врут вот. Они сказали, что вот, понимаете, приходишь в банк и сталкиваешься с враньем. Людмила Григорьевна, просто вопрос такой. Сотрудники банка... Вы вчера приходили. Сотрудники банка сказали, что вы хотите перевести деньги своему, там, я не знаю, кому... Ну, родственник. Какая разница? Вот какая разница? Они заставляют даже врать, что называется. Вот скажите, кто это? Да что это за безобразие? После долгих уговоров пенсионерка начала говорить правду и призналась, что в банк ходила по указанию неизвестного, который представился сотрудником службы судебных приставов. Он убедил женщину в том, что ей положена компенсация за обращение к экстрасенсам. Он мне все объяснил, что вот, то есть, как и все было, решение суда вынесено, так как вы вчера от пенсионного возраста, вы к первой категории относитесь, вам вот сколько-то расположено. Но нужно сделать платежи в федеральный бюджет. Я делала платежи. Здесь тоже отличные объекты платежи. Вы уже переводили, да? Да. А каким образом переводили? На карты. На разные карты? На разные карты, да. А сейчас зачем хотите переводить? Вот. А потом, значит, получилось, что я выплатила. Значит, нужно было котировку счета оплатить, котировку счета. Дальше нужно было оплатить процентную ставку ЦБ. Из банка пенсионерка отправилась в полицию писать заявление. И таких примеров, когда люди слепо верят мошенникам сотни. Большинство из жертв – люди пожилого возраста. Призываем граждан внимательно относиться к звонкам от неизвестных. Мошенники могут представляться кем угодно. При этом они торопят, пугают, чтобы ввести в заблуждение и не дать время подумать. Сохраняйте спокойствие. Перепроверяйте сомнительную информацию и не сообщайте неизвестным свои личные данные, информацию о счетах и картах. Не выполняйте финансовых операций по указанию третьих лиц. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. И предупредите о подобных схемах обмана своих близких. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.